Продолжение следует... Продолжение следует... И, например, по данным Стивена Нерода, в течение 10 лет после лечения пациентов, которые получали лечение по поводу распространенного рака яичников, почти все из них погибли от прогрессирования заболевания. Этот процесс чаще всего регистрируется на уже распространенной стадии процесса. И сегодня много говорил Игорь Викторович и Алексей Сергеевич о том, что, конечно, данные о проведении первичной оптимальной циторедукции в разных клиниках сильно валируются. Вот, например, Денис Ши, он демонстрирует данные своей клиники. Это 24% выполненных первичных оптимальных циторедукций. Другие коллективы предоставляют другие цифры. Коллектив под руководством ДБО показывает цифры 33% первичных оптимальных циторедукций. Опиталий рака яичников преимущественно это серозный хайгрейт тип опухоли второго типа. И он характеризуется наличием мутации П53, мутации в гене БРК-1 и в гене БРК-2. Сегодня нам известно, что в Российской Федерации носительницы мутации в гене БРК-1 заболевают не только раком яичников, но и раком молочной железы. И в российской популяции синдром наследственного рака молочной железы и рака яичников составляет от 10 до 15%. На сегодняшний день стандартом первой линии химиотерапии является комбинация хирургического метода лечения и химиотерапевтического комбинации платины с токсанами. И, к сожалению, сегодня выбор первой линии химиотерапии не зависит от статуса гена БРК-1 и БРК-2. Лучшее дело обстоит с поддерживающей химиотерапией. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы парп-ингибиторы по результатам данных СОЛА-1, СОЛА-2 и ПАОЛА-1. Но, к сожалению, данные по исследованию по изменению тактики в первой линии пока не проводятся. Сегодня мы еще раз повторяем, что, конечно, не вызывает сомнения, что для больных с распространенным опухолевым процессом, с большим количеством опухолевых масс в брюшной полости и малом тазу, очень важно правильно выбрать первый этап комбинированного лечения. С чего начать? С хирургического лечения или с химиотерапии? Все это важный очень момент. И важность хирургического этапа крайне значима и доказана во многих исследованиях. Но, к сожалению, есть ограничения, не зависивающие ни от техники и мастерства хирурга, ни от хирургических технологий. И в основном зависит от биологических особенностей опухоли. В большинстве случаев мы говорим о том, что альтернативой первичной цитаредукции может стать неоадювантная химиотерапия. Если говорить об особенностях, биологических особенностях БРК ассоциированного рака яичников, то здесь мы должны сказать об уникальном терапевтическом окне. И, на мой взгляд, существенно нам сегодня использовать знания о биологических особенностях БРК ассоциированных опухолей. Что такое терапевтическое окно? Самое главное, клинически оно проявляется в высокой химиочувствительности этой опухоли. Мы продемонстрировали в нашей работе 2015 года высокую чувствительность к препаратам платины в группе БРК-позитивных больных по сравнению со спорадическим. Это объясняется наличием вот этого уникального терапевтического окна. То есть каждая клетка у здорового человека в норме содержит обе копии генов БРК-1 или БРК-2. Но у носителей мутации в генах БРК-1 и БРК-1 копия гена инактивирована. И процессы репарации молекулы ДНК идут за счет другой копии. В случае злокачественной трансформации происходит соматическая утрата второй копии гена, вследствие чего клетка утрачивает способность к репарации. Точкой приложения молекулы цисплотина как раз является молекула ДНК. Поэтому такие опухоли наиболее чувствительны к ДНК-повреждающим агентам. Что же касается исследований эффективности токсанов, то если говорить о работах на клеточных линиях, то все они говорят все-таки о низкой эффективности антитрубочковых препаратов в деструкции БРК-дефицитных опухолей. В качестве другого ДНК-повреждающего препарата, который может оказывать высокую эффективность при лечении БРК-ассоциированных опухолей, мы рассматриваем препарат метамицин. В нашем институте 2014 года ведется исследовательские работы, посвященные исследующей эффективности препарата метамицин в лечении БРК-позитивного рака яичников. Вот здесь вот работа 2014 года, где мы использовали метамицин в монорежиме у 12 больных с рецидивом заболевания в качестве третьей и четвертой линии химиотерапии. Объективный ответ, вы видите, составляет 25%. И, основываясь на этом, мы в 2017 году провели пилотное исследование, где исследовали уже комбинацию метамицинности с плотином в качестве первой линии в неодевантном режиме у больных с распространенным БРК-ассоциированным раком яичником. И в контроле у нас была ретроспективная группа. Вот, дорогие коллеги, посмотрите, пожалуйста, да, главный прогностический маркер – это полный патоморфологический ответ опухоли на лечение. Исследователь из группы метамицинцисплотин составил 33%, а в контрольной группе поклитоксалкробоплотин составил 12%. И поэтому, заручившись такими хорошими результатами, мы сегодня представим промежуточные результаты проспективного рандомизированного исследования, которое у нас началось с октября 2020 года. Исследование у нас зарегистрировано в реестре клинических исследований Clinical Trials Gov и началось с октября 2020 года. Дизайн исследования. Пациенты рандомизировались в две группы. В группу исследовательскую метамицин плюс цисплотин и группу стандартной химиотерапии поклитоксалкробоплотин. В исследование входили пациенты с распространённым раком яичника в 3-4 стадии, пациентам, которым было невозможно на первом этапе выполнить оптимальную цитридуктивную операцию. Всем больным на первом этапе лечения до решения вопроса о выполнении либо цитридуктивной операции, либо проведения анодювантной химиотерапии проводилась диагностическая лафароскопия. Вот на данном слайде я хочу показать тот протокол Европейской ассоциации гинекологов, который мы используем для оценки степени распространения перитениального канцероматоза. И вот здесь представлены первые промежуточные данные. Это средства исследований май 2021 года. Вот обратите внимание, у нас это не работает указка, да? Здесь 8 пациентов в группе метамецинцисплатин и 8 пациентов в группе поклитоксилкарбоплатин. Объективный ответ составил в группе исследовательской 87% против 50% в группе стандартной химиотерапии. На что здесь, дорогие коллеги, нужно обратить внимание? Во-первых, те пациенты, которые у нас носители мутации БРК-2, все ответили максимально хорошо, то есть они продемонстрировали патоморфоз третьей степени, то есть приближающийся к полному патоморфозу. Что еще мы хотим здесь продемонстрировать, продемонстрировать, это мутации в гене П53, которые нам демонстрируют высокую внутриопухолю гетерогенность опухоли. Посмотрите, у каждой пациентки своя мутация, свой тип мутации в гене БРК, в гене П53, что, конечно, мы сегодня демонстрируем, но проанализировать нам, скорее всего, придется это в дальнейших уже наших исследованиях. Здесь представлен профиль безопасности, это нежелательные эффекты, которые были на проведенной неоадивантной химиотерапии, они не отличались в группе исследовательской и сравнении. И таким образом, морфологический ответ на неоадивантную химиотерапию, которую мы оценивали по методике Бога в Большом Сальнике, составил 100% в группе исследовательской в сравнении со стандартной химиотерапией, которая составила 62%. Здесь представлено количество циклов химиотерапии. Обратите внимание, что в исследовательской группе пациентов, которые проходили химиотерапию по схеме метаметинцисплатин, достаточно было трех циклов, то есть 62% больных готовы были к выполнению оптимальной циторедукции после проведенной неоадивантной химиотерапии в сравнении со стандартной химиотерапией по схеме поклитоксилкорбоплотин, где 37% пациентов достаточно было проведения трех курсов химиотерапии. Таким образом, 87% больных в группе метаметинцисплатин получили весь объем неодивантной химиотерапии, достигли достаточного ответа для того, чтобы интервальная циторедуктивная операция была в оптимальном объеме. В сравнении с группой полетоксилокорбоплотина это значительно выше. Но, дорогие коллеги, хотелось бы еще несколько минут обратить внимание на то, что в нашем исследовании мы обратили внимание и зарегистрировали, что в процессе наиодиумантной химиотерапии мы наблюдали в ряде случаев быструю экспансию опухолевых резистентных клеток в ответ на проведение химиотерапии. Причиной такой приобретенной резистентности может быть внутриопухолевая гетерогентность первичного опухоля, о котором я вот раньше сказала. То есть в опухоли существует два клона. То есть один клон это дефицитная, где функция гена снижена, а второй клон сохраненная функция гена. И таким образом в сценарии ответа на неодиумантную химиотерапию может пойти по двум путям. Либо это селекция, когда мы достигаем полного патоморологического регресса, либо наоборот экспансия, заселение опухоли клетками резистентными к проводимой химиотерапии. И представляем вашему вниманию клинический случай пациентки распространенным раком яичников, который проходил лечение в нашем центре, пациентка с клинической стадии Т3ЦН1М1 носительницы мутации в гине БРК1. По данным обследования до начала лечения картина канцероматоза брюшины, вторичных поражениях тазовых и паховых лимфатических узлов и изменения брюшной полости демонстрировали множественные сливные очаги с поражением брюшечных лимфоузлов, узловые образования по брюшине в селезеночном изгибе толкой кишки и селезенке в исходящих отделах тонкой кишки передней брюшной стенки. И пациентке была выполнена диагностическая лапароскопия с оценкой индекса перитониального канцероматоза, который до начала лечения составлял 15 по шкале. После проведенной химиотерапии пациентка расценивалась как частичный регресс. После проведенной диагностической лапароскопии индекс перитониального канцероматоза составил 4. Вот здесь показаны, продемонстрированы наши результаты диагностической лапароскопии после проведенных 3-4, после проведенных 3-4 курсов неодевантной химиотерапии по схеме метамицин цисплатин. Морфологический ответ зарегистрирован 2-я степень ответа в яичниках и в большом сальнике это 3-я степень. Таким образом, в клиническом случае мы хотели продемонстрировать, что опухоль, крайне важно исследовать опухоль на предоперационном, на этапе до лечения пациентки, когда мы можем оценить статус опухоли, гетерогенность. Далее пациентка получает неодевантную химиотерапию с оценком эффекта и готовится на интервальную циторедукцию. В послеоперационном материале очень важно определить клоны клеток. В данном случае у этой пациентки были обнаружены клоны с восстановленной функцией гена БРК-1 и в послеоперационной химиотерапии пациентка получала схему поклитоксил доксорубицин, из которой был исключен платиновый компонент. И на сегодняшний день пациентка находится в клинической ремиссии, безрецидивная выживаемость составляет 36 месяцев и общая выживаемость 44 месяца. Я уже сейчас заканчиваю и хочу сказать, какие же выводы и перспективы. Но это прежде всего о чем говорил сегодня Игорь Викторович это необходимость подхода мультидисциплинарного, когда каждую пациентку мы обсуждаем в мультидисциплинарной командой и решаем для каждой пациентной свою тактику лечения. Для нас также очевидно, что необходимо использовать биологические особенности у больных БРК-ассоциированным раком яичников и уже сегодня в первой линии мы проводим перспективное рандомизированное исследование, в котором мы оценим эффективность неоадювантной химиотерапии по схеме цисплотин-метамицин в сравнении со стандартной химиотерапией по схеме паклитоксил-карбоплодин. Неодювантная химиотерапия может приводить к очень быстрому замещению в опухоли клонов сохраненной функции гена БРК-1 и БРК-2 и наши исследования, когда мы регистрируем эти изменения в опухоли с экспансией новыми клетками, они могут, конечно, приводить к новым дальнейшим исследованиям, вплоть до того, чтобы мы изменяли алгоритм лечения у больных БРК-1 ассоциированным раком яичников. И в конце хотелось бы показать нашу большую мультидисциплинарную команду, в которой каждый член команды принимает во внимание все факторы и решает тактику лечения каждой конкретной пациентки. Большое спасибо за внимание.